Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Мы проводим серию бесед Вопросы и ответы И они у нас называются Цикл Во свете Библии Во свете Библии Открытым оком И вот мы решили Так как я в своих книгах У меня вышло 38 книг Выходят вопросы и ответы Я отвечаю на 4124 вопроса и ответа Вот они, видите, я открываю здесь И вот брат Владимир Игорь Добунов Он решил по этим книгам Пройти вопросы эти задать И кое-что добавить К нам на занятия ходил один человек Который все это записывал на магитофон А потом подарил мне эти коробки Даже денег не взял А потом все это у меня, кажется, закавычить можно Вот с тем я разговаривал У меня все записано документально Ну так оно было Вот какой вопрос Это второй тон Пожалуйста 611 вопрос Вот вы проводите занятия Это по какой системе? Это мне задают в университетах Я в пяти институтах вел занятия В воинских частях В десятках школ Во всех семь отделов милиции В Алтайском крайне Трудно перечислить Заводы, фабрики, учреждения И вот меня задают вопрос Известно ли вам, что так преподают другие? Может есть лучшие способы преподавания У других священников В других городах? Почему у вас первая группа была сроком преподавания Четыре года? А это пять лет Замечено почти всеми Что о чем бы вы ни говорили Не писали Вы всегда говорите о недостатках в церкви Именно в церкви И о крещении Похоже, что больше всего Сегодня выступает против вас Местное управление Московской Патриархии Можно ли говорить о победе Какой-то из сторон И о пользе этих несогласий? Или вы просто не слышите друг друга? Знаете, какие живые вопросы Их так не составишь У меня как-то приехал священник Был один здесь Владимир Карелин Из города Шадринска Ну, а я из мешка Сыпанул эти вопросы сразу А я когда отвечаю на вопросы Ко мне обращаться уже нельзя Я весь там Я снова все переживаю Вот А которые вопросы принесли Они прослушаны Отпечатаны были Часть А остальные я заново восстанавливал Ну, я отвечал Это мои вопросы А сидел впереди Передо мной человек И печатал на компьютере Отец Напанаил Яромонах Судников Потом он стал Николай Николаевич Судников Он отличный человек Без него бы многое было не издано А этот батюшка Залез с ногами на кровать И среди вопросов Сидит вокруг него Как гусиха в гнезде И выбирает вопросы На которые мне подается Следующий вопрос Такой-то надо ответить Следующий такой-то А иногда так Я вопросы отвечаю А потом с них перепечатают Еще вторичная запись Уже в домашней обстановке Где я более пространно отмечаю Но это я все отмечал там В университетах И вот он подает вопрос Я отвечаю Оооо Я совсем не так отвечал бы Я говорю Когда правильно Ясно, что неправильно Тут Я даже Так Опять вопрос А у него уже вопросов Несколько Опять вопросов копаются И видимо Что-то где-то коснется Что он знает Он сидит и думает Как бы он ответил Вот такие батюшки То везде отвечают Я же вижу их Ни по слову Божию Ни по святым отцам Ну Говорят О тете Фроссе Сами по себе Еще услышат И опять И он сколько набрал У меня было Ну не меньше десяти вопросов И ни на один Он не ответил бы правильно Он сам Сам сознается Я еще могу сказать Потом он мои книги приобретет Из них выпишет Все эти вопросы Вопросы Выставит их там Где продается В церкви И книгами Там будут люди остаются Считают по вопросам Мне батюшка Такой-то том Ну можно Игнатия Я пришел В самом деле У него книги С закладкой Прям в храме Ну теперь не знаю Уже как Я называю Уже как говорится Это приговор батюшки Его местные Слопают сразу Ну а что скрывать Это когда это есть Я нынче посещал Там был Прекрасный батюшка Чудесный Просто Ну он такой же Как все И дальше Ответ Ну дальше ответ Никакой специальной Системы у меня нет Я даю то Что имею В самом сжатом Наикратчайшем виде Мне известно Очень многие Священники Архиереи Которые ведут Занятия С аудиторией И есть неплохие Проповедники Но я считаю Что мой способ Наилучший И лучше быть Просто не может И вот почему Я так считаю Понимаете Вот когда я так отвечаю Как люди Да кто вы такой Да что вы На себя так это берете Тайная рука Левая не знает Правая тут Все что угодно говорят Если бы я не считал Я бы не писал Зачем писать Когда все написано Я повторяю Лучше нашего сайта И форума нет Форум это площадка Где могут спорить Когда мне его Разволил форум Я организатору сказал Мне это не надо Чтоб спорили Мне нужно Чтоб приходили И питались Как в библиотеке Сидели тихо И не шуршали Так это у вас Второй сайт будет Считайте второй сайт Где люди могут Сами давать Свои ответы У меня дают Но споров нету Ну бывает Какой нибудь Он зайдет Два дня назад Где там Сексуально озабоченный Где проститутки Сдают Какие массажи По особому Ну наконец Запечатал его Ну вижу Он просто Больной человек Я вообще никого не трогаю Они там Хозяинщики Ну уж явно Когда трогает Бога Бог против Бога Он против Библии Против церкви Вот три вопроса Табу Тут я начинаю Уговаривать его Он не понимает Увещеваю Понижаю статус Наконец Закрываю Запечатываю К слову сказать У меня интересный момент Случился Заходит Какая-то Ну Люди Вот у меня везде Я Лапкин Игнатий Я сижу Вот я даже могу показать Вот если кто это Не видал где-то Вот я Лапкин Игнатий Ну любой вот открывает Вот он я сижу Видите как Ох как раз вышел на меня Человек Который Образовал этот форум Создатель форума Вот он как Что-то мне хочет сказать Вот Видите Вот И тут у меня полная биография Когда учился Все абсолютно Там ничего нету Она называется себя Адарка Кто она Адарка Адарка Смотрю Мужчина Там когда Ну врет значит И что она говорит Заходит В тему Об отце Данииле Сысоеве Которого я считаю Мучеником Святым Мне не надо Коронизации Я считаю Могу доказать Что никто За 2000 лет Так не любил Мусульман Не любил До смерти Как он И она начинает А кто он такой Да это подло Да это Такими словами На мертвого И знать не знаю Это все у меня Да ему надо Так и надо Пасть его хайло Запечатали пулями Ну и все И я ничего не убираю Вот еще интересно Я не убираю Она Клевещет А я ее не убираю Я тогда выставлю Я люблю так только Выставить места писания И показать Обрати на это внимание Свои слов почти не пишу Зачем Во свете Христа Мудрость любая блекнет Во свете Святой Библии Все мудрецы глупые Называя себя мудрыми Обеземели Она снова Ей тогда там Алексей Загуляет Другие отвечают Это все на моем форуме Стоит там Ну и Дальше она начала Против До самой скверной Говорить Ее предупредили Раз Другой не понимает Но я вынужден Как называется Забанить Закрыть ее Я ее закрыл Ну закрыл и все Тема Там выступает Но теперь труды его Я ролики ставлю Как он выступает Отец Данил Сысоев Нынче я был в Москве Там посетил храм Проходит год А может два И вдруг появляется Киска Киска Кошка Киска И мне в личку кидает Я Киска Это та самая Адарка Которая писала Против отца Данила Сысоева Я вас прошу И умоляю Христом Богом Уберите Что я там говорил Я безумная такая Что я наговорил Это какой соблазн Это редкий момент Обычно люди упрашивают Я ставлю материал Но только не трожься Пусть он стоит А здесь наоборот Умоляют Чтобы убрать У меня все необычно Я не отвечаю ей ни слова Таким людям не отвечаю Зачем Мною командовать не надо Я хозяин этого сайта Я главный администратор Если она не понимает этого Она же открывает Вот написано Где Латкина Игнатий Какой должность его Главный администратор Оно вверху написано Вот если это Не убирается Тут вот написано Я главный администратор И поэтому Под язык ко мне Залазить не надо Твои слова Они остались Если я ее слова убираю Тогда за ней Кто выступал на ее слова А не слова Тебе повисают А о чем они говорят Они ее опровергают Доказывают ей Она просит Умоляют Тогда она начинает Искать грамотное Видать Нашла супермодератора Кольги Воровой Она на нее Я прошу вас Но когда создавался форум Я попросил сделать так Чтобы никто не имеет права Ничего убрать Ни одной буквы Убрать Этим занимаюсь только я Я не разрешаю Я ценю очень ценно Иеговисты приходят Светили и Говы Там что они говорят Все остается целое Самые страшные Поносители приходят На нас говорят На общину Все остается Бывает их приходится удалить А материалы все остаются Даже Саша Муха Этот Дружинин Все остается По сегодняшний день Притом Вообще не убирая Ни клеветы Ничего нет А почему Перед Богом Все записано Пусть люди смотрят Я уважаю своих Слушателей Считателей И она и к ней А она говорит Мы не можем этого делать У нас право Ну то есть Рычагов таких нету А она опять ко мне Да Говори Да А где он Устав новый Устав новый Устав новый У меня Так ее Ее должны были Секретарю передать Ты опоздала Наверное Ну какой секретарь В общине Марина Ну и при чем она На работе Это если у нее Дома он может быть Ты еще раньше Не сказала Что устав должен быть Я же ей все отдаю Почему у секретаря Все хранится Ну я посмотрю Посмотрю Ну еще допустим Нету Дальше что А? Ну на месте посмотрим Я ничего не могу ответить Придешь на месте Поищем Никуда я не приду Без этого Я не знаю Какие документы искать Вы что на меня навешиваете Я совсем этим не занимаюсь Он взял Снимать копию И уже месяц держит Не может сделать У меня ничего нету Ну хорошо Но если я попросил Копию снять А он не делает Моя вина какая? Звони Узнай Узнай точно Где находится Я готов послужить Давай По общине Что-то опять Я делал листицы Они всех теперь Терюшат где-то Сделаем все Что надо И вот она на днях Опять вылезла И опять Я выставлю Это все ее слова Которые И опять просит Ради Бога Я прошу Убрать Что это такое? Ну Так может делать Человек Который осознал Что он что-то делал плохо Иначе зачем бы она просила Возвращалась Спустя год Через год Она опять пришла И второй раз Она уже сегодня Опять-опять заходит Я не знаю На кого выходить У вас что Никаких возможностей нет Это убрать Ну скажите тогда мне Хотя бы вроде успокоить Видно что волнуется Я ее не возраст Еще не знаю Она врет там все про себя Вот такое дело У меня очень необычный форум Необычный во всех отношениях Вот каждый день Каждый день приходят люди Ну хорошо Приходят Ты посмотри Как они спорят там везде Вот я открываю Просто показать Открываю Смотри Вот Посещаемость 238 Вчера 238 Человек было А сегодня еще больше 68 Это благодаря тому Что канал в ютубе открылся 238 Ну даже возьмем 120 в среднем было Но 120 это человек Немец Гирей И ни одного выступления нету Ни одного Каждый день 120 120 Чем они занимаются А там видно чем занимаются Мы впервые нашли то Что нашли у вас Нигде в мировой сети Не могли этого найти Теперь мы пропадаем Целыми днями Здесь Зависли Почему? Потому что я беру Доброе отовсюду Я как-то говорил Чтоб составили комиссию Ну где-то там Патриархию Или где-то Чтобы Пригласили сектантов И самое хорошее От всех выбрали себе Ну или изучали как-то Как Антоний Великий Говорит Как пчела Отовсюду собирал доброе Вот что нужно Я теперь это Выношу Показываю вопрос Да нет у меня системы Почему я так считаю? Считаем дальше Бог обещает людям царство Обещает победу Обещает благословение Но все это только по Писанию Видите как Для православных это непонятно Как батюшка скажет Я вообще это не упоминаю Все это Бог обещает Только по Писанию И о Боге мы ничего не знаем Кроме написанного в Библии Понимаете Вот это слова вообще Для православных Шок Как о Боге ничего не знаем Ничего не знаем Но Бог же прощает Он не может прощать За так У Бога Его свойство Бога Что он не может прощать Потому что А так значит Несправедливость Должна быть торжествовать Ну а как же тогда Мы к батюшке подходим Не знаю как Я знаю что Возмездие за грех смерть Послание к Кринаму 6.23 Ну как-то же мы Причищаемся Так вот как Эти грехи Преступления Взял на себя Сын Божий Вот Агнец Божий Евангелия Теанна 1.29 Который берет На себя Грех мира Мой грех И за это Бог его наказал Он умер Когда мы были еще грешниками Да что это Я аборты делал А за меня Христос страдал Ну ты сколько лет Причищаешься До всю жизнь И тебе не сказали Нет никогда Да какая же у нас вера Вот я через Айну Который пришел А Еремеева Она говорит Я Бога боялась всегда Но знать то не знала И аборты были И еще только не было Ну абортами Воровством Все страдали где-то А душа томилась Говорит Я когда Осознала Все нельзя делать Ну и молиться стала К батюшке Исповедую Если там тащу Все могу Все батюшке Он что так плачет Все время Она помогает И может там дома Моет там все Она очень ласковая Она говорит Грехи мои замочили Но ты же не делаешь Ты же исповедовалась В прошлую неделю Да я исповедовалась Причищалась От души Куда это все делось Но Бог простил Как мог Бог простить Вот в душе человека Это заложено Я до обращения к Богу Я не блудил Я не убивал Я не делал Что люди делают Но я знал Что я буду в аду Я молился Тому Кто сотворил Вот это все Ну я считал Богородица Мать Мать всегда выше сына Я считал Она выше А евреи распяли Ну все равно Это евреям Должен отомстить Ну как царь Афгаль Вот это православная вера До встречи с Библией А что дальше А дальше Бог мне это начал Уже ворочать Мозги мои И он показал Я за тебя умер И она Он говорит Ну съези в монастырь Она поехала в монастырь Приходит там К симонаху Какому-то Она исповедь Добилась Как у Крестьянкина Я не знаю Кому она там была И он ей говорит Как этот поп Ну что ты так Ты смотри Сколько ты жертвуешь Там И все для Бога Бог тебя давно просил Ты же православная Ты к сектантам Сучана не ходила А кто это такие Она даже не знает Ну баптисты Я слышал Это страшные люди Наверное Да это плохие люди Ты не подходи никогда к ним Но я и не была никогда Но ты каялась Может быть на работе Есть баптисты Да нигде не были Но я каюсь Тогда заранее говорю Я их Я слышу Когда они мне уже не нравятся Они не хорошие люди Ну все Это наша православная И она вернулась И опять тоска ее заедает И она плачет Говорит и нет И вдруг она встречается С одной женщиной на работе И она говорит Что ты такая печальная Это всегда Анна Я знаю Ты такая хорошая Муж у тебя правда пьет Она говорит Я же грешница Так иди в церковь Да я ходил А ничего нет Я тоже ходил Да толку никакого Я так-то слышал Что Христос умер за нас Как умер за нас Но эти грехи Которые я делала Он взял на себя И понес на Голгофу И за каждый грех Бог его бил Давил Пронзал Сгорал Так разве это может быть Так как написано И она поверила Перешла к баптистам Потом к 50-никам Говори Ты поняла Почему я отвечаю нет Потому что я ничего не знаю Я отошел Передал вам Меня попросили люди Вы все дела наши Взяли на себя А мы без дела сидим Ну кто вы Поэтому я сказал Ты одно делай Другое Я ушел от проповеди Ну все спроси Я вообще ничего не знаю Ты у меня помощница Я тебе и доверил Ты меня веди теперь за руку С Богом С Богом Отошел Вот такое дело Дальше считаем Кроме написанного в Библии Самые Самые известные проповедники Как апостол Павел Иоанн Златоуст Которым я очень хочу подражать Занимались в основном Только изъяснением Смысла Писания И отвечали на возникающие вопросы Тонко реагируя На происходящие события В мире Только по Писанию У Иоанна Златоуста Двенадцать томов И все они посвящены Не считая третьего тома Его писем И столкованию Нового и Ветхого Заветов Когда человек знает Писание У него открыты глаза У него есть путеводитель Вторая Петра Первая глава Девятнадцатый стих И при том Мы имеем вернейшее Пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему Как к светильнику Сияющему в темном месте Да коли не начнет Рассветать день И не взойдет Утренняя звезда В сердцах ваших И далее Я говорю не просто О недостатках А о том Что не учат людей Пути Господню Знанию Библии Вот как это Вы Мать церковь раздеваете Во-первых она мне не мать Патриархия Это первое Она мне ничего не давала Кроме плетей Кроме камнем по зубам Но я молюсь за них Я считаю Благодатной ее Вот это людей Непонятно как И вы к батюшкам подходите Да прихожу И могу причащаться И все Мы никогда Московскую Патриархию Не считали неблагодатной Тем более Когда уже сейчас Произошел это так От каноническом признании Но мы единственные Две общины Наши здесь Которые признали все Но Московскую Патриархию Мы так и не вливаемся Только через Метополита Илариона Это первая Иерарха Нашей зарубежной церкви А они уже на Патриархию То есть теперь Наши священники Их вместе служат Дальше Я просто Я просто кричу об этом А если вы Знаете что они учат То покажите Какие места Писания Они разъясняли В прошлое воскресенье Не просто на Евангельские чтения По церковному календарю Я отвечаю На все вопросы Потому что Люблю этих людей И хочу Чтобы они Жили зрячими И во свете Окончившие Первые четырехлетие Курсы Стали мне говорить Что их надо расширить Потому что Многие места Остаются слабо освещенными И я с этим согласился Это В университетах Я в разных местах Вел занятия По 4 года По 2 часа 2 раза в неделю 4 часа в неделю Считайте Это у нас подготовка К окрещению Сколько времени Ну сравните где-нибудь Пусть они мне покажут Где-то в православии Так готовят людей К окрещению У нас каждый Сознательно Уверовал во Христа У всех 100% Полное погружение У всех Библия Согласно Слову Божию Дальше За 5 лет Мы проходим полностью Весь Новый Завет С толкованием По блаженному Феопилату И с объяснением Этих текстов На нынешний момент Противосектантские уроки По основным Несогласиям с ними Толкование На таинственную Книгу Ветхого Завета Песня Песней И курсы проповедников Умение беседовать С различными Слоями общества Полная программа Это 550 часов полных Что может быть Лучше и полнее Я был на занятиях У Капранова Отца Михаила И Называю его Занятие Образом Смертной тени Они стоят На одном месте Единственное Что они хорошо Запоминают Только это Не ходите К Игнатию Они раскольники Сектанты Ничего от них Не берите И не считайте Разве это можно Сравнить с радостью Познания воли Божьей Которая открывается С познанием Красоты Смысла Библии Я и не борюсь С московской патриархии Это ответы Потому что Она мертвая Они мне не могут Возразить Ни на единое слово Прочтите нашу Книгу К истинному православию Поставьте себе Задачу найти Таких патриархийных Священников Которые по пунктам По писанию Опровергли бы Эту книгу Пока вы этого Не сделаете Ваши упреки Я не могу Принять серьезно Это тоже Тот же патриархийный Ропот и поношение Я их очень хорошо Хорошо слышу И их проповедь Против себя То есть Как они проповедуют Потому что вопрос такой Вы то ли друг друга Не слышите С патриархией Я отвечаю Слышу и очень хорошо Не троньте нас Не судите нас Дайте нам Навластвоваться в сласть Ну это я взял Навластвоваться в сласть У Ахуджава Он поет Простому народу Библия не нужна Им это лишнее Нужно открывать Как можно Больше храмов Это у них проповедь Я просто Показываю Какая Вот это и есть Путь Который ведет Россию Великий инквизитор Пропасть Ада Ну это Братья Карамазовы Федор Михайлович Достоевский И дальше Но нет Пощады у судьбы Тому Чей Благородный Гений Стал обличителем Толпы Ее страстей И заблуждений Его Преследуют Хулы Он ловит Звуки Одобрения Не в сладком Ропоте Хвалы А в диких Криках Озлобления И каждый Звук Его речей Плодит ему Врагов Суровых И умных И пустых Людей Равно Клеймить Его готовых Со всех сторон Его клянут И только Труп его Увидят Как много Много Сделал Он Поймут И как Любил Он Ненавидя Некрасов 1852 Как будто Сегодня Это написано И Сих Это мне Близок Где бы мы Ни были Всегда Я слышу Только одну Хулу И Я понимаю Это как раз То что Бог дает Я просил Бога Удалите От меня Поносителя Ангела Сатаны Бог сказал Мне Довольно Для тебя Благодати Моей Я это Для себя Принимаю Даши У нас От того Что нет Никого Совершенно Здорового В вере Но все Больны Одни Более Другие Менее Никто Не в состоянии Пособить Лежащим Так Если бы Кто со стороны Пришел К нам И хорошо Узнал И заповеди Христовые И расстройства Нашей жизни То не знаю Каких бы Еще мог Он представить Себе Других врагов Христа Хуже Нас Потому что Мы идем Такую Дорогою Как будто Решили Свети Против Заповедей Его Кто Святитель Иоанн Златоуст Святой Иоанн Златоуст Если я Скажу Опровергать Будут А если Сказал Златоуст Приняли Это у Терахова Написано Заговорил Богатый И провезли Речь До облаков Заговорил Бедный И все Говорят А кто Ты такой Вот я испытываю Это все время И Звонят Говори С миром Аллилуйя Мы делаем запись Сейчас ведем Ну Смотрит Каждый день Протирая святой водой И глазу моему Получше уже Готов У нотариуса У какого нотариуса Ленина Никитина Во сколько И ты там будешь Ну ты скажи В каком кабинете Меня повезут туда Сегодня Как раз По делам Сырковным У этого нотариуса Там я возьму Даже тебе ждать Не надо Там есть Черепанова Подальше Другая сидит Ленина 21 Это что Другое Совсем Не та Ленина Да Может и так Может Значит Ленин 21 А туда мне прийти А ты оставь у них И скажи Я приду Придет к вам Человек с бородой С паспортом Ну сделай как есть Ну я не могу пойти Потому что за мной Заедут и повезут Селасья на машине С Людмила Степановна Отошел Давай звони Чтобы они как-то согласились Скажи где брать Я Совершенно Нетранспортабельный Давай Вот святитель Если сказал Сразу О Иоанн Златоуст Так что Православные Все такие были Хуже всех Пятый век Я говорю Патриарх-то вернулся А Я не так говорю Нынче мы были Священнику И говорю Состояние Это церкви Как вы понимаете Ну как Храм открывается И вот мы уже Ремонт заканчиваем Хорошая Да хорошая А духовно Ну ходят люди И так Нормально Все Я говорю А вот мы проехали Я считаю Состояние духовное Никакое Никаких зданий Ничего нет Духовное развалено Да вы что Да разве же можно так Это прям какие-то Еретические слова Я говорю Ну теперь я в кавычки Беру слова и говорю Сказал Патриарх Поставим вверху Святейший Патриарх Московский Все о Руси Кирилл Так он разве говорил так Как не говорил Вот напечатано Ну тогда наверное так Да прям так сахар Только ты же меня Сейчас еретиком Назвал за эти слова Ну вот подписал Патриарх Кирилл И сразу Меняет мнение Да какие же ему После этого-то Ну а если он Услышал что Лапкой Наши читать не будет Он захаркает Заплюет сразу Ну вот и Златоуст сказал Ну я убираю Иногда эти вот Златоуст Не пишу Она тогда нужна Я покажу какой том Какая страница Какая строчка Сверху даже покажу Снизу строчка Вот Я говорю Серафим Саровский Молится Три дня Три ночи Молится О русских архиереях И священниках Я даже не Серафим Саровский Кто-то молится И Бог Только о русских архиереях И Бог отвечает Не пощажу Не помилую Да кто же так может быть Ну а вы поверили бы А конечно нет Как это-то Я говорю Серафим Саровский Да где же он так говорил Записывай Настольная книга Священнослужителя Третий том 601 страница Первая строчка Сверху Издана По благословению Святейшего Написано Патриарха Пимена Извекова Так неужели так Так В издательстве Все евреи сидят А как они могли Такое пропустить Евреи виноваты Что мы свиньи Ну маленько шире Надо смотреть Как евреи Это выглянули Откуда я говорю Евреи это взяли Да конечно ничего не пропускают Чтобы мы такими были Ну теперь пропустили У тебя есть такая книга Есть Так ты читал ее Читал Там открыл Правда написано А я до конца не верил Что так написано А вот А вот Знаешь что Написано Такое что Песком крестили Где-то монахов В пустыне Ты веришь Да конечно И ты прям уверен Да Можно крестить песком Вот тогда От песка и духа Выходит Песочные батюшки Я говорю Это духовный лук Книга Она у меня написана По крещению Кистиного православия И монахи шли И дорога И с ними еврей был один И он заболел И крестить нечем Воды нет Они его песком присыпали Когда вернулись Подошли к Дионисию К епископу Рассказали Он говорит Не выдумывайте Его наверное Найдите и крестите Он ни во что поставил Да вы что Так А я до конца считал Что песком можно Да хорони его сразу Чтобы больше не возиться Засыпь его на 2 метра Понимаешь Нам нужно доказывать Что хуже нас никого нет Вот это моя задача Показать А когда мы знаем Что мы никто И тогда начинаем Тогда выползать из этого Я не против Ну да вы же говорите Отрицательно Я на то Вот говори Даже сказал тебе Человек Обличил правильно Ты поблагодаришь Что ты ему показал Ты себя же не видишь Но сказал неправду Поцелуй его За намерение Он же с добром Хотел тебе Вот Книжка у меня Воспоминания Третья книга Кирилла Сахарова Вот это вот И он здесь все Вспоминает Про старобрядцев Как у него Со старобрядцами Какие отношения Как они его поносят Как говорят Но ему все говорят Ну как же ты можешь С ними общаться Он говорит Да я люблю их Я не могу И он дальше о себе пишет И вижу я во сне Вот заходят старобрядцы И как они начали За уши трепать Он под стол залез А я говорит Слава и голос Пищу А я вас все равно Люблю И у них руки Опустились Это отец Кирилл Сахаров На Берстеневке Рядом с храмом Христа Спасителя Это он Пишет Что значит Любовь Если ты любишь Я вас люблю Православное И я вам говорю Мы не такие Как должны быть Чем я могу вам Доказать любовь У меня Доказательств никаких нет Одно то что Сколько людей пришло Баптистов Другие Они стали православными Батюшками Московской Патриархии Апостол Павел говорит Вот мое защищение Против обменяющих меня Вы Которые обращенные здесь Я явлюсь и скажу Вот я и дети мои Вы что покажете Ничего не покажете А я говорю У каждого Надо учиться хорошему Сектантам не хватает Только священства Законного И поэтому Беседуя со всеми Даже по этим вопросам Я каждый раз Должен показывать Мы не такие Почему отвечаю И у меня определенная Вот такая Какая-то программа Они составляют У меня нету Я просто беру Блаженов и Филакты Евангелие от Матфея И ну и Все притянуть К сегодняшнему дню Слово Божие Живо и действенно И ты сам видел Ну спрашиваешь Ну какая-то программа У меня нет программы Я никого не спрашиваю Я только даю Давлю И все Больше ничего нету Люди приходят И уходят Отвечать будете На одном экзамене На суде Божьем И поэтому То что я даю За один год У них по программе На несколько лет растягивается У меня все Скомпоновано Как я читал Про одного профессора Американского Пригласили преподавать И он преподавал Говорит В два-три раза больше Давал материала И лекции Чем русский-советский Но за ним стали следить Он вот так Дверь только открывает К студентам-то И так Следующее Первое занятие Мы закончим На этом До кафедры идет Он уже два предложения сказал И дальше он начинает Им говорить Он даже не спрашивает Вы ответите там Будет экзамен-то И последние слова Говорит И идет Уже на выходе Вот как У нас Если операцию на сердце Делает То на силу Может две сделать Да инфаркт Как у Чеглицова будет А у них так Скрывают В двух-трех местах Где-то Ну друг за другом Он знает Ему требуется На этом всего лишь Допустим Двадцать пять минут Он заходит Глубная клетка раскрыта Сердце бьется Он делает Самое главное Показывает Заснимает Все Вымыл руки Следующий кабинет Там уже следующий Лежит Раскер Вот так надо работать Я когда такое читаю Душа моя Захолонется Как я люблю этих людей Даже не зная их Как умеют беречь время Время это не деньги Деньги иногда можно вернуть А время никогда Даже Бог не возвращает И поэтому Свои программы Я их тоже Программы имею Я говорю О чем Как беседовать На домах Собирались мы Три раза в неделю Тогда Когда не разрешались По два часа Два часа Это один день Мы занимаемся По порядку Блаженных эпилаг Толкования Нового Завета Отдельные Занятия По откровению Яна Богослова Я отдельно Противо Сектантские Поэтому у нас Так много Было сектант Я с ними Никогда не воюю Я им даю Знания И они сами приходят Ну вопросы Есть Я их отвечу Я вообще никогда Ни разу Нигде не спорил И вот В интернете Сказал И уже все знают А он говорит Никогда не спорить Не зовите его Он дал Они уже поняли Притом не я говорю Это люди В Мейлру Это уже вывели Спорит тот Кто ничего не знает А кто знает Он дает знания Он возвещает истину Написано И в Парисеи Спорили с учениками Христовыми Но не написано Что ученики Христовы спорили Со Христом спорили Это обоюдно Драка была Это обоюдно Значит Ты мне стукла Я тебя Если я тебя не бью Это называется избиение Вот они на меня нападают Что-то говорят Вот сейчас я выставил ролик О том что Мощи Все с честью похоронить Как кинулись православные Вы раскольник Мощи всегда были Я молчу И он Раз Два Три Одиннадцать раз сказал Одиннадцать раз Там крюков один Но я говорю Ничего там придут И гляжу Теперь уже пошли Другие Другие там протестанты Они ему пятнадцать ответов на все дают Я не трогаю их Я только молюсь У меня совершенно другой подход Меня задевает Переворачивает Поносит Да это не я Это хижина моя И меня уже здесь нет Я уже сегодня занимаюсь другим Поэтому Моя программа одна Быть верным Слову Божию Поэтому я денно и ночно Учился В молитве Пятьдесят лет Пятьдесят лет И за это время Я бы ну минимум Десять университетов кончил Притом на пряге При той литературе Какой я считал Издавал и прочее Не менее Ну и хватило бы на это Думаю духа у меня И сила Но мне это не надо Все мои знания Я связал в беззамку На семи языках В это время уже занимался Я все бросил в подпол И занялся только одним Знать Слово Божие И смиряться перед ним Перетерпеть И Бог знает Позволил мне Пройти эти тюрьмы Двадцать шесть лет Лет Психиатрия меня мучила И ничего не смогли сделать У меня ни руки Ни руки У меня я весь искрученный Говорят шарнирный Но я живой А кто делал это Их ни одного уже Ни одного нету Мне семьдесят три года Ни одной таблетки еще не съел Это Бог делает так А почему Я принял с благодарностью Бьющую десницу Потому что Бог бьет Не коммунисты меня бьют Поэтому на Пасху На Рождество Я с КГБ Перезваниваюсь Которые меня судили Приходит судья Покупает Курировал КГБ Покупает книжки И самые добрые отношения Вот и все Мой путь Необычен В том Что я ничего не знаю Я всознался перед Богом Цитирует И в ответ Полное молчание Он цитирует Слово Божие Великий Бог Иегова Говорит через него Ты сам знаешь Я никому не позволяю Сбука издать Да он Какой он там Смотреть не на что Перестаньте Бог избирает Кого хочет Дух дышит Где хочет Он говорит сейчас Все внимание на его слова Бог говорит через него Для нас Так он еретик Бог говорит через него Через нас лиц он скажет Камни возопьют написано Вот и все У меня программа Очень четкая Христос и Библия Два слова Мне нравится выражение Мартина Лютера В мире есть одна книга Библия И одна личность Христос Хотя он в Библии Сам курежил Корежил Переворачивал Готов был выбросить Послание Якова И другое Но это его Вот меня иногда судят А почему вы не отвечаете А почему Я говорю Кто кого судит Он меня или Он меня судит Так это его рот шевелится И его Скажите на суде Божьем Бог будет судить Его или меня За то что он сейчас говорит До кого ничего не отвечали Ну значит Не за что отвечать Так ты не знаешь Что я его узнал Ими молюсь за него Я молюсь Вот в чем смысл то еще Поэтому Обоговорить о программе Как они пишут Заранее составляют Я не судебный пристав Чтобы этим заниматься У меня нет даже времени Как в школе Напишите программу Вот сидит Видите там Савченко отвечает Заниматься то некогда Не некогда Вот мне Ты сам Ты мой ближайший помощник Был эти годы Когда жил рядом со мной Я получаю столько литературы Я тебе отдаю Ты основные моменты выделяешь На что я обратил внимание Я знаю содержание книги этой Но другие Как отца Кирилла Или Сергея Там про Наполеона Теплякова Я построчно Прохожу На иные книги Я просто не успеваю Вот Убийство президента Кеннеди Я прошел Постранично Мне это дорого Близко И даже тайно Помолился за него Спасибо Господи Ну у меня все необычно Одним из эпиграфов Где Дух Господень Там свобода А не так Что свобода Там Дух Господень Присутствует Там свобода Во всем тогда Я уже никому не буду Горбатиться Не перед кем Я сказал А вы не приняли Я свободен У меня праха хватит Я отрисаю прах И пошел Больше не принимаю И все Ты не друг И не враг Просто я возвестил Будет брак Сына Божия Евангелие от Матфея 22 глава Мне голову расколотят Меня убьют Меня это запредельно Далекие вопросы Меня это даже не интересует 50 лет назад Я ступил на эту тропу Я приговорил себя к смерти Я много лет готовился К смерти Когда готовился Террористом быть Я умирал Поэтому себя резал Колол Спал на поленях Там все Ну чтобы Ну Рахметов Насчитался Ущерешевского И поэтому Когда пошел за Христом Все то Сарство Божие Подобно книжнику Который старый Я старый Все применил в новом Быть твердым Верным И не искать своего Вот так По программе Еще Ну как бы По этому вопросу Дополнить его Этот вопрос задавался Тогда когда Занятия еще шли Видать раз Пятый год Это только Девяносто шестой Где-то наверное Девяносто пятый год Вопрос задавался Да Так как Но занятия Отошли До Две тысячи девятого Года Да Поэтому И занятия Прекратились Но вот на один из вопросов Там написано Кто же победил То Говорит В этой борьбе В этой борьбе Может быть Московская патриархия И победила Раз нету занятий Ну понимаешь Как вот Тут еще Бог смотрит Это ведь на внутреннее На внутреннее Представь Я пешком Всегда хожу И какую даль Я иду Сколько кварталов Туда И обратно Ночью Туда и обратно Только в одном Университете Я преподаю Семнадцать лет Бесплатно У меня Времени не хватает Я иду дорогой То что у меня Захватил Здесь А дорогой В мозгах Прокручу Перерабатываю Готовлю проповедь То другое Бог это знал Тем более Я сделал все возможное За нас Ходотайствовал Лично в Москве Ректор Бывший Губернатор Тайского края Коршунов Лев Александрович Ничего не смогли сделать В Москве Принадлежат эти здания Везде закрыли Патриархия Билась Чтобы нас Оттуда выгнать Но у нас Еще не остановилось Прогулки Прекратились У нас занятия Идут здесь У нас Пустое место Не осталось И поэтому Сейчас идут занятия По домам Не в одном месте Мы благодарим Бога Она не победила Я с ними не боролся Вообще этого не было Они печатали статьи В Алтайской краевой газете Кто же такой Игнатий Лапкин Они вызвали Такое послание С московской Организации писателей Там Правозащитники И там Борщоп И кого только не было Перечисляют Там Подробинник Они прислали письмо Сюда я узнал Меня посадили За меня ООН Ходотайствовало А когда спрашивают А какой вам ущерб КГБ нанесу Да никакой Они мне сделали известно У меня приглашения были Из-за рубежа неоднократные Мне неоднократно Предлагали поехать Бесплатно в Израиль Я никуда не поехал Но в Америку Один раз съездил Там Выступить надо было Неоднократно В присутствии священников Архиереев Метрополита Виталия Ну посмотрел Я не знал Как оттуда выдержаться Скорее домой Вот и все Ничего не Если я с ними не воевал То и войны никакой не было Они воевали Выступали в печати Тогда был здесь Епископ Антоний Масеневич Он ко мне приходил на дом Обедал Пироги кушал Надежда Васильевна А потом в машине ехали Он предлагал мне Три храма строились Любой из них Он говорит У меня ни одного миссионера Нет в епархии Переходи сюда Я ему предлагал Давайте так Будем служить В одном храме Внизу Там Где даже покойников Отпевает Там Серафима Саровского Предел кажется Вы нам даете здесь А мы вам даем У себя выступать Но видимо он проконсультировался Тогда еще до этого Как называют Объединение И не разрешили А мы тогда были согласны Все время в храмы ходили И у меня войны с ними не было Они ко мне все относились хорошо Когда конфликт был снова Алтайском Там они сцепились В Клинч вошли Намертво Деньги не поделили Там погибло Был такой Все священники Там ужасно И они все Меня приглашали И все давали Свои документы И как выйти из этого конфликта В Алтайку пригласили Я там у них Кажется ночевал Три раза ездил И они примирились И когда это примирение Шло в Покровском соборе А я стоял на улице Я говорю Они как из катапульпу Вылетали священники Подбегали ко мне Хватали за руку Победа И домой Какая победа А уже после всех Антоний вышел И говорит Я не пойму Они уходят Как победители Да конечно прощения просили Я ей говорил Вы должны попросить прощения Вы не правы Но видимо так он повел себя Что они поняли Что они победители И завтра В их там Городской газете Победа Кстати А как будто медведя Какого-то нашли Закололи там Острогами своими И он вышел Расстроенный Говорю Не расстраивайтесь Все перед Богом То есть у меня были Хорошие отношения Он три раза в печати На меня наплывал И три раза дал опровержение Но этот Максим сегодня Дмитриев Ему кажется Василий Михайлович Так это Мирское имя Он ни разу на меня Нигде в печати Не вылазил Достаточно Хороших советников Так что у меня Вообще с ними Ничего нет А что если Бесед то нигде Они прекратили От нас не зависело Телец был упитан Заколок Батюшка приглашал Их на день деревни И они внезапно Отказались от встреч Но две встречи были Одна у нас Другая в епархии Они все стоят в эфире Все снято Они вначале Так когда Договорились Секретарь Здесь отец Сергий Беляев Что все будут записывать У меня всегда Условия входят Записывать свободно На видео Аудио Вручную Фотографию Все Они в самый последний момент Уже согласны Утром были А сели за стол Снимать нельзя Я там встал и ушел просто Как Григорию Богослову Говорит Сидите вы здесь Как гуси Гогочите Он еще спросил Нашего епископа Евтихи Этот местный Так он ничего не вернется Говорит Игнатий никогда на это не пойдет Он уже знает Вы же договорились Так сказать Все А что вы его обвиняете Не православие Он там же сказал Вам никогда это не добиться У него все на основе православия Он православный Он как-то сказал Вы померьте его голову Какая голова Как-то ехали Я замерз А он шапку свою снял И дал мне Так я его шапку Надел на свою шапку сверху Так интересно И в мое отсутствие Там все говорил Ну а все это записали До тайны Могли другое записать Вот такое дело Победы никакой не было Войны не было Они воевали А я молчал Так что Так было Так вопрос все Слава Иисусу Христу Во веки и Бог Аминь Аминь